Дальний Восток как связующее звено между Россией и Японией. В этом регионе может получить развитие пакет торгово-экономических, а также инвестиционных проектов. Российская страна сделала такое предложение в ходе рабочей поездки в Токио полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Подробнее о перспективах сотрудничества российских регионов и Японии расскажет моя коллега Александра Суворова. В Токио обсудили будущее российско-японских экономических отношений и совместную работу на Дальнем Востоке. Тем более показатель товарооборота между регионом и страной восходящего солнца с начала года уже увеличился на 23%. И Сороны уверены, в будущем цифра будет только расти. Так на Сахалине может быть создан туристический кластер. К нему уже есть интерес со стороны японцев. Об этом заявил полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев после встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии господином Сека. В центре внимания сторон также совместные сельскохозяйственные проекты на Дальнем Востоке. А вот двустороннюю деятельность на Курилах не обсуждали. Обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией барьеров, которые мешают нам вместе заниматься сельским хозяйством, осуществлять проекты в этой области. Это проблема и связанная с животноводством, и связанная с поставками семян риса в Россию. Но при этом семена риса в Россию планируется поставить для японского предприятия, которое, собственно говоря, хотело бы на нашей земле выращивать рис и продавать его на экспорт в Японию. Сельское хозяйство, медицина, промышленность и энергетика. Сотрудничество между странами затрагивает все отрасли экономики. Инфраструктура не исключение. Сейчас в Хабаровске строят новый терминал внутренних линий. А вот международный терминал может быть возведен уже при участии инвесторов из Японии. Компания «Соджис» интересуется проектом. У Хабаровска большой потенциал по туризму из Японии. Наши партнеры управляют аэропортом Ханеда, крупнейшим в Японии и четвертым в мире. Они намерены изучить систему управления Хабаровским аэропортом. Мы хотим увеличить поток туристов и количество рейсов из Японии. Таков наш вклад в развитие аэропорта Хабаровска и туристического сектора в целом. Рослана активно работает с коллегами из страны восходящего солнца. Уже созданы два совместных предприятия на территории нашей страны. Одно в Челябинской области, там производят сверхчистый кварц, другое в Мордовии. В Саранске занимаются изготовлением оптоволокна. Нам бы хотелось попытаться договориться об участии японских компаний на уровне венчурных фондов или фондов прямых инвестиций, то есть финансовых инвесторов. Если это получается, это означает, что тогда из фонда будет осуществлено много проектов совместно с японской стороной. Пока еще нельзя хвастаться результатом, но пытаемся ровно это сейчас добиться. АФК-система прорабатывает с партнерами из Токио совместные проекты в медицине и фармакологии. Обсуждается и локализация японских производств в нашей стране. Есть проекты в области искусственного интеллекта и бигдаты. Политический тренд точно благоприятствует развитию отношений. В области, положим, лесопереработки, деревянного домостроения, глубокой переработки леса мы достигли уже достаточно большого прорыва. Тем более на Дальнем Востоке у нас целый ряд, так сказать, лесных проектов существует. Поэтому здесь можно сказать, что все стало на рельсы. И я думаю, что уже следующий год нам даст какие-то плоды. Юрий Труднев предложил создать программу сотрудничества между Россией и Японией. Подобный документ уже есть у нашей страны и Китая. Как рассказал вице-премьер, коллеги из страны восходящего солнца пока взяли тайм-аут. Будут советоваться с профильными министерствами. Александра Суворова, Вести из Токио, Япония.